Иван Александрович Ильин. Поющее сердце. Первые лучи. Без любви. Из письма к сыну. Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви? Сильной волей, благой целью, справедливостью и гневной борьбой с вредителями? Ты пишешь мне. О любви лучше не говорить. Ее нет в людях. К любви лучше и не призывать. Кто пробудит ее в черствых сердцах? Милый мой, ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, свое нетерпеливое терпение и вникни в мою мысль. Нельзя человеку прожить без любви, потому что она сама в нем просыпается и им овладевает. И это дано нам от Бога и от природы. Нам не дано произвольно распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые, нам несвойственные. Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново по своему усмотрению. Посмотри, как протекает жизнь человека. Ребенок применяется к матери потребностями, ожиданием, надеждой, наслаждением, утешением, успокоением и благодарностью. И когда все это слагается в первую и нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судьба. Ребенок ищет своего отца, ждет от него привета, помощи, защиты и водительства. Наслаждается его любовью и любит его ответно. Он гордится им, подражает ему и чует в себе его кровь. Этот голос крови говорит в нем потом всю жизнь, связывает его с братьями и сестрами и со всем родством. А когда он позднее загорается взрослой любовью к ней, или, соответственно, она к нему, то задача состоит в том, чтобы превратить это пробуждение природы в подлинное посещение Божие и принять его как свою судьбу. И неестественно ли ему любить своих детей той любовью, которую он в своих детских мечтаниях ждал от своих родителей? Как же обойтись без любви? Чем заменить ее? Чем заполнить страшную пустоту, образующуюся при ее отсутствии? Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть главная выбирающая сила в жизни. Жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с собой. Нельзя жить всем, что он несет. Нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя. Из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во все смешении. Надо выбирать. Отказываться от очень многого ради сравнительно немногого. Это немногое. Надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть любовь. Это она предпочитает, приемлет, прилепляется, ценит, бережет, домогается и блюдет верность. А воля есть лишь орудие любви в этом жизненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестка, насильственна и, главное, безразлична к добру и злу. Она быстро превратит жизнь в каторжную дисциплину под командой порочных людей. На свете есть уже целый ряд организаций, построенных на таких началах. Храни нас, Господь, от них и от их влияния. Нет, нам нельзя без любви. Она есть великий дар увидеть лучшее, избрать его и жить им. Это есть необходимая и драгоценная способность сказать «да», принять и начать самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека, лишенного этого дара. В какую пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь. Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть главная творческая сила человека. Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и протекает не в произвольном комбинировании элементов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить можно, только приняв богозданный мир, войдя в него, вросший в его чудесный строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями. А для этого нужна вся сила любви, весь дар художественного перевоплощения, отпущенный человеку. Человек творит не из пустоты. Он творит из уже сотворенного и сущего, создавая новое в пределах данного ему естества, внешнематериального и внутреннодушевного. Творящий человек должен внять мировой глубине и сам запеть из нее. Он должен научиться созерцать сердцем, видеть любовью, уходить из своей малой личной оболочки в светлые пространства Божии, находить в них великое, сродное, сопринадлежащее, вчувствоваться в Него и создавать новое из древнего и невиданное из предвечного. Так обстоит во всех главных сферах человеческого творчества, во всех искусствах и в науке, в молитве и в правовой жизни, в общении людей и во всей культуре. Культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело. И все великое и гениальное, что было создано человеком, было создано из созерцающего и поющего сердца. Нельзя человеку прожить без любви, потому что самое главное и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу. Только созерцающая любовь открывает нам чужую душу для верного, проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям. Только созерцающая любовь открывает человеку его родину, то есть его духовную связь с родным народом, его национальную принадлежность, его душевная и духовная лона на земле. Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только любовью. Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются интернационалистами. Мертвые в любви, они лишены и родины. Только созерцающая любовь открывает человеку доступ к религиозности и к Богу. Не удивляйся, мой милый, безверию и маловерию западных народов. Они приняли от римской церкви неверный религиозный акт, начинающийся с воли и завершающийся рассудочной мыслью, и приняв его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание. Этим был предопределен тот религиозный кризис, который они ныне переживают. Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необходимо. Но она страшна и разрушительна, если не вырастает из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели. Это верно и превосходно. Но как ты увидишь свою цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью своего сердца? Как соблюдешь ей верность, если не любовью? Ты хочешь справедливости, и мы все должны ее искать. Но она требует от нас художественной индивидуализации, восприятия людей. А к этому способна только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает необходима, и неспособность к ней может сделать человека сентиментальным предателем. Но гнев этот должен быть рожден любовью. Он должен быть сам ее воплощением для того, чтобы находить в ней оправдание и меру. Вот почему я сказал, что ты и прав, и не прав. И еще. Я понимаю, твое предложение лучше о любви не говорить. Это верно. Надо жить ею, а не говорить о ней. Но вот посмотри. В мире раздалась открытая и безумная пропаганда ненависти. В мире поднялось упорное и жестокое гонение на любовь, поход на семью, отрицание родины, подавление веры и религии. Практическая бессердечность одних увенчалась прямой проповедью ненависти у других. Черствость нашла своих апологетов, злоба стала доктриной, а это означает, что пришел час заговорить о любви и встать на ее защиту. Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного акта, из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, нам, естественно, спросить себя, кто же пробудит любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как браться за это нам с нашими малыми человеческими силами? Но это сомнение скоро отпадает, если мы вслушиваемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас, и с нами. Нет, мой милый, нельзя нам без любви, без нее мы обречены со всей нашей культурой, в ней наша надежда и наше спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с подтверждением этого. О справедливости С незапамятных времен люди говорят и пишут о справедливости. Может быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и писать. Но до сих пор вопрос, по-видимому, не решен. Что такое справедливость и как ее осуществить в жизни? Трудно людям согласиться в этом деле, потому что они чувствуют жизненное практическое значение этого вопроса, предвидят невыгодные последствия для себя и потому спорят, как заинтересованные беспокойно и подозрительно. Того гляди, согласишься на свою голову, и что тогда? Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились справедливо. Каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причиненные ему самому, и начинает толковать справедливость так, что из этого выходит явная несправедливость в его пользу. При этом он убежден, что толкование его правильно и что он совершенно справедливо относится к другим, но никак не хочет заметить, что все возмущаются его справедливостью и чувствуют себя притесненными и обойденными. Чем скуднее, теснее и насильственнее жизнь людей, тем острее они переживают все это и тем труднее им договориться и согласиться друг с другом. В результате оказывается справедливости столько, сколько недовольных людей и единой настоящей справедливости найти невозможно. А ведь, строго говоря, только о ней и стоит говорить. Это означает, что интересы и страсти искажают великий вопрос, ум не находит верного решения и все обрастает дурными и ловкими предрассудками. Из предрассудков возникают ложные учения, они ведут к насилию и революции, а революции приносят только страдания и кровь, чтобы разочаровать и отрезвить людей, оглушенных своими страстями. Так целое поколение людей живут в предрассудках и томятся в разочаровании. И иногда бывает так, что самое слово справедливость встречается иронической улыбкой и насмешкой. Однако все это не компрометирует и не колеблет старую благородную идею справедливости, и мы по-прежнему должны противопоставлять ее всякой бессовестной эксплуатации, всякой классовой борьбе и всякому революционному уравнительству. Мы можем быть твердо уверены, что ей принадлежит будущее, и все дело в том, чтобы верно постигнуть ее сущность. Французская революция 18 века провозгласила и распространила врядный предрассудок, будто люди от рождения или от природы равны, и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться одинаково. Этот предрассудок естественного равенства является главным препятствием для разрешения нашей основной проблемы, ибо сущность справедливости состоит именно в неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми. Если бы люди были действительно равны, то есть одинаковы телом, душой и духом, то жизнь была бы страшно проста, и находить справедливость было бы чрезвычайно легко. Стоило бы только сказать одинаковым людям одинаковую долю, или всем всего поровну, и вопрос был бы разрешен. Тогда справедливость можно было бы находить арифметически и осуществлять механически. И все были бы довольны, ибо люди и в самом деле были бы как равные атомы, как механически перекатывающиеся с места на место шарики, до неразличимости одинаковые и внутренне, и внешне. Что может быть наивнее, упрощеннее и пошлее этой теории? Какое верхоглядство или даже прямая слепота приводит людей к подобным мертвым и вредным воззрениям? После французской революции прошло 150 лет. Можно было бы надеяться, что этот слепой материалистический предрассудок отжил давно свой век, и вдруг он снова появляется, завоевывает слепые сердца, торжествует победу и обрушивает на людей целую лавину несчастья. На самом деле люди не равны от природы и не одинаковы ни телом, ни душой, ни духом. Они родятся существами различного пола. Они имеют от природы не одинаковый возраст, неравную силу и различное здоровье. Им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары и желания. Они настолько отличаются друг от друга телесно и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей рожденные, разной крови и наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам привыкшие, неодинаково образованные, с разными привычками и талантами, люди творят неодинаково и создают неодинаковые и неравноценные. Они и духовно неодинаковы, все они различного ума, различной доброты, нисходных вкусов, каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием. Словом, они различны во всех отношениях, и справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям. Не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые обязанности. Старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые права. Дети, сумасшедшие и преступники не участвуют в политических голосованиях. Нельзя взыскивать со всех одинаково. Есть малолетние и невменяемые, с них взыскивается меньше, есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже и так далее. . . . . . Продолжение следует...